Новое предупреждение от США, Северный поток, 2 обеспечит России превосходство над Евросоюзом, Берлинский, Дания, Микаэль Альсин, Берлинский, Дания. 3 ноября 2019 года. Смысл российского газопровода Северный поток, 2, отнюдь не транспортировка газа. Во главе угла вообще стоит не экономика, а политическая власть, предупреждает Европу и США. ЕС же полагается на газовую директиву. Да, по запланированному 1222-километровому трубопроводу по дну Балтийского мая в Германию потечет российский природный газ. Но если спросить американцев, что Берлинский сделала, то Северный поток, 2 никогда не был чисто экономическим проектом. Это политический трубопровод, и он позволит России влиять на Европу, заявила посол США в Дании Карлос Энс, Чарлос Энс, в комментарии Берлинский. В среду после многолетних колебаний датские власти, наконец, одобрили трассировку трубопровода в обход Барнхольма. Таким образом, стройку, на которую уже ушли миллиарды, русские завершат к концу года. США с самого начала предостерегали против трубопровода. По их мнению, и с ними согласны, в частности, украинцы, он обеспечит президенту России Владимиру Путину преимущество на будущих переговорах по энергетике. На Украине, чья экономика завязана на экспорт газа, опасаются, что русские будут использовать Северный поток-2 для финансового шантажа. Заговорили по-новому несмотря на всю серьезность заявления Вашингтона, угрозой, ранее озвученной президентом Трампом, в нем уже не слышны. Ранее президент грозил ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве трубопровода. Так что в датской инженерной компании Рамбель, Рамболь, и других участниках строительства могут вздохнуть с облегчением. Посол Сенс признает, что у Дании действительно не было иного выбора, кроме как одобрить заявку, поданную Северным потоком-2 в 2017 году. Сейчас же США призывают европейцев ужесточить свой подход к газопроводу. Я призываю Европейскую комиссию и государство-члены АЭС ужесточить свой подход к Северному потоку-2, чтобы энергетическое разнообразие было приоритетом и чтобы Украина не стала уязвимой для дальнейшего экономического принуждения, заявила посол. В среду российские СМИ отреагировали на новость с большим воодушевлением, а президент России Владимир Путин поблагодарил датские власти за одобрение трубопровода. Германия со своей стороны пообещала обеспечить, что транспортировка газа через Украину продолжится. Сообщается, что это подчеркнуло канцлер Ангела Меркель в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Северный поток-2 трубопровод Северный поток-2 пройдет от Уст-Луги на северо-западе России по дну Балтийского моря до Грайфсвальда в Германии. Трубопровод пройдет через территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Директивы удержат русских на коротком поводке «Северный поток-2» с самого начала вызвал мучительный раскол внутри ЕС. Германия сильно зависит от импорта природного газа и потому стала большим сторонником газопровода, в то время как Франция записалась в противники, по той же причине, что и США. Некий компромисс был найден в начале года, когда ЕС разработал директиву Л-17, которая укрепит контроль государств-членов над импортными трубопроводами. По воле судьбы, в четверг датский парламент рассматривал именно ее. По мнению Мартина Хильвега Петерсина из партии «Радикальная Винстри», будучи членом Европейского парламента, он всячески продвигал директиву в Страсбурге. Это полезный инструмент, который поможет смягчить геополитические последствия Nord Stream 2. Конечно, проекту не рад, но раз уж газопроводу быть, то мы позаботились о том, чтобы внести соответствующие правила игры, говорит Мортен Хильвег. Парламент рассматривает два важных вопроса ЕС по энергетике и политике безопасности. Жаль, что никто об этом не говорит. У европейских дебатов нелегкая жизнь. Директива предъявляет жесткие правила, требуя поставщиков обеспечить прозрачность. Кроме того, она запрещает владельцу трубопровода одновременно выступать поставщиком газа. Это значит, что Путин не сможет диктовать правила, какие ему угодно, и да не это огромное подспорье, говорит Мортен Хильвег. Все исходит из того, что Россия будет соблюдать правила игры. Но не наивно ли так полагать? Не думаю. Если мы хотим иметь хоть какой-то шанс заставить русских вести себя прилично, то единственный способ – действовать через ЕС. Мы должны действовать сообщая вместе разбираться с теми, кто нарушает общие принципы, считает Мортен Хильвег. Европейская комиссия последнее событие вокруг Северного потока, 2 не прокомментировала, но принятие новой директивы приветствовало. Ожидается, что газовая директива вступит в силу 1 января, вскоре после завершения строительства Северного потока, 2. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.